всем добрый день с вами канал где ты класс и я алексей колчин и сегодня мы обсудим вопрос который был задан в ролике задача штейнера и который звучал следующим образом пусть у нас имеются четыре города в вершинах квадрата а квадратом будет служить вот эта доска и надо построить систему дорог которая имела бы наименьшую длину и по которой можно было бы из любого города добраться до любого другого и когда мы начинаем отвечать на этот вопрос первое что приходит в голову это просто взять и соединить противоположные вершины квадрата диагоналями и сказать ну наверное это и будет кратчайшая система дорог и многие из вас в качестве ответа предлагали именно такой но здесь нам надо различить два разных вопроса первый вопрос это вопрос о транспортном центре то есть если бы нам надо было найти точку сумма расстояния от которых до вершин квадрата была наименьшей то это действительно точка пересечения диагонали что достаточно легко доказать дважды применив неравенство треугольника если мы станем в какую-нибудь другую точку то станет очевидно что сумма длин сумма расстояние до вершин будет уже больше но задача но вопрос задачи звучал по-другому нам нужно найти не транспортный центр а построить сеть дорог кратчайшие длины и можно же сразу уменьшить длину этой сети для этого мы посмотрим на вот эти три точки мы знаем что для треугольника кратчайшей дорожной сетью будет сеть из трех отрезков которые сходятся под углами по 120 градусов ну значит сумма длин вот этих трех зеленых отрезков будет меньше суммы длин двух черных и то же самое можно проделать и с другой стороны и достроить еще три отрезка которые сходятся под углами 120 градусов и не трудно доказать что это зеленая дорожная сеть и имеет кратчайшую длину случае квадрата понятно что в силу симметрии квадрата у нас есть два разных варианта расположения сети которые отличаются друг от друга всего лишь поворотом на 90 градусов ну и в этом месте мы получили полный ответ на вопрос который был задан но есть еще один вопрос который хотелось бы обсудить давайте рассмотрим прямоугольник вот он нарисован здесь два раза в котором можно построить все еще можно построить сеть в котором ниточки сходятся под углами 120 градусов и можно построить эту сеть двумя разными способами так что у нас центральная перемычка в одном случае длиннее в другом короче и понятно что если мы немножечко пошевелим ну например вот этот узел сети то сумма длин новой сети отрезков новой сети будет больше чем у зеленой то есть каждая из этих сетей дает локальный минимум но остается вот какой вопрос а может быть все таки одна из этих сетей короче чем другая может быть какая-то из сетей дает глобальный они локальный минимум понятно что можно просто посчитать длину каждой из этих сетей и сравнить их между собой но хотелось бы получить ответ на этот вопрос из каких-то более простых соображений и если у вас такие соображения имеются пишите в комментариях к наш к нашему ролику на ю тубе